Продолжение следует... ...что вы смотрите наш канал. На нашем канале уже 7 тысяч подписчиков. 7 тысяч подписчиков. Я никогда не думал, что мы когда-то дойдем до такого показателя. И в первую очередь хотел бы поблагодарить каждого из вас, кто поставил лайк, кто просмотрел видео, сделал комментарии, сделал репост. Потому что на самом деле канал развивается, когда есть хорошая дружественная аудитория, которая репостит мои видео. Я каждому говорю спасибо, кто делает репосты в свои социальные сети, делится с друзьями, пишут на форуме. Вы делаете на самом деле большую работу для развития моего канала, за что вам огромное спасибо. Мне интересно, на что в новом году сделать упор на моем канале. Я снимаю походы, походы нашей команды. Но вот как показали просмотры, они не очень интересны. Я снимаю летсплеи по страйкболу. Вот то, что мне кажется сейчас очень актуально. Я снимаю обзоры пиротехники. Мы делаем тестирование пиротехники, какие-то новые разработки придумываем вместе с басмачом. Также я снимаю обзоры снаряжения. И делаем постановочные фильмы. Вы видели на моем канале, есть там фильмы про снайпера, есть фильмы, как мы на баге делаем разведку. У меня есть три серии фильмов о действии как будто бы военных подразделений. На самом деле играют роли ребята из моей команды, в том числе и я. Поэтому хотелось бы знать, на что сделать упор на контент, что вам нравится и что вы готовы смотреть, что вам интересно. Мне это очень важно, поэтому прошу написать об этом. Либо в нашем паблике ВКонтакте, либо в комментариях под этим видео. Также хотелось бы больше общаться с вами, чтобы понимать вообще, кто вы моя аудитория, кто те, кто интересуется вообще этими видео голландецей Airsoft, кто интересуется нашей тематикой, командой, теми обзорами, которые мы делаем. У меня есть группа ВКонтакте, в которой, ну мне кажется, это сейчас самое удобное и самый удобный способ общения вот с вами, потому что там можно предлагать новости на новостную ленту. Ну, все комментарии открыты, запрещено только материться и обсуждать какие-то политические темы. Вот. Поэтому, возможно, это будет та площадка, на которой будет удобно общаться нам с вами. И все комментарии, они читаются, поэтому пишите комментарии, я прислушаюсь к вашему мнению. Особенно это влияет на выход какой-то второй части видео, если я как бы завожу какой-то новый формат там видео, где я хочу всегда знать обратную связь, то есть есть ли мне смысл дальше там продолжать это снимать, развивать или нет. Вот. Поэтому, да, комментарии это очень важно. Пишите комментарии под этим видео и пишите ВКонтакте, в группе. Что-то еще хотелось бы сказать. Давайте я на ракурации расскажу, может быть, кто я такой на самом деле. То есть я, меня зовут Виталик, мой ник голландец. В страйкболе я около пяти лет, наверное. Вначале был в одной команде. В общем, там мне не очень понравилось, и были как бы конфликт с командующим этой командой. Вот. И я решил создать своими друзьями свою команду. Вначале это было там четыре человека. Потом была вторая волна, там это у нас было около двенадцати человек. Вот. Там третья волна, то есть люди меняются. И на данный момент как бы у нас активных игроков где-то порядка шести человек. Остальные это, ну, то есть каждый кто-то, уже многие взрослые в команде, поэтому кто-то может приходить там в эту субботу или воскресенье, кто-то не может. Играем мы каждую неделю, зимой и летом. Два раза в году, наверное, где-то у нас идут походы куда-то с ночевками. Несколько раз в году в сезоне у нас есть ночные игры, мы участвуем. Также мы занимаемся штурмовым альпинизмом. Начали заниматься с опытным инструктором, который в этом очень сильно разбирается. Потом занимаемся выживанием в лесу, то есть у нас тоже есть ребята, которые мы находим, и с которыми интересно получать опыт в этом направлении. Также отрабатываем работу с CQB в зданиях, отрабатываем работу слаживания подразделений там в лесу. Посещаем разные тематические игры. Собираемся просто с ребятами на крещение, ныряем в прорубь, ходим в баню. Канал это не мой способ дохода, это мое хобби. Каналу уже три года, и доход он, ну, как вы понимаете, особо не приносит. За все это время, за три года я заработал где-то порядка 100 долларов. То есть, но камеры, привод, снаряжение, вы понимаете, что это все гораздо-гораздо затратней. Только входы на страйкбольные игры, они не окупят тот доход, который за три года скопился на канале, там эти 100 долларов. Кстати, я эти 100 долларов пустил, заказал себе новую экшн-камеру, для того, чтобы снимать более такие серьезные летсплеи. Потому что одной камеры недостаточно для того, чтобы снимать качественные летсплеи, нужно делать перебивки. Тогда это будет более красиво. Я работаю в официальном MCN YouTube. Знаю, что такое оптимизация, что такое авторские права, что такое продвижение видео в YouTube. К сожалению, на своем канале я это сильно так применять не могу. Очень много работы. Занимаюсь монтажом только либо по ночам, либо в выходные дни, когда я не на тренировке. Поэтому, собственно говоря, иногда бывает сбои, когда я улетаю в командировку куда-то, то я не могу выложить видео. Поэтому бывает, что приходится сдвигать немного свой график. Вообще, мне выходит видео раз в неделю. Стараюсь держаться от такого графика. По поводу YouTube. То есть, да, я работаю в YouTube, в этой компании. И если вы сами хотите записывать свои видео на YouTube или хотите создать свой канал на YouTube, тоже можете писать об этом в группе, в паблике. Либо мне в личку, либо сделаем какую-то отдельную графу. Я вам могу рассказать, какие там доходы, как правильно создать свой канал, как его развивать. Если кому-то это будет интересно, кто-то захочет тоже заниматься подобным. Возможно, среди вас есть новрич будущий, такой же популярный. То с удовольствием помогу вам, если вам это будет интересно. Если есть какие-то вопросы по тому, конкретно по мне, по нашей команде, можете писать тоже в комментариях, я обязательно отвечу. В чем я монтирую? Я монтирую в Sony Vegas. Все время хочу перейти в Adobe Premiere, потому что говорят, там как-то это все быстрее работает. На монтаж у меня уходит одного видео, даже если оно там минутное, полторы-минутное, минимум часов шесть. Шесть-двенадцать часов входит в среднем на одно видео. Но как бы я не могу целый день посвятить этому, там, не знаю, шесть часов целый день сидеть. Поэтому мне, как правило, уходит там три ночи на монтаж видео. Я вам желаю крепкого здоровья, без него никуда, большой удачи, много-много-много денег, как это ни банально, но как бы сейчас это очень важно в нашей жизни, особенно в эру технологии и всего остального. Сам почувствовал это, когда закупал камеру для своего канала. И последнее, я вам желаю побывать во всех самых красивых местах на нашей планете. К моим поздравлениям присоединились некоторые строкболисты. Специально для подписчиков голландец Айсофт. Всем меткого шара и с наступающим Новым годом! Специально для канала Голландец Айсофт. Поздравляю всех подписчиков с Новым годом!